В очередной раз команда симбирской кругосветки Сулправда ТВ отправилась в путешествие. Для посещения мы выбрали Барышский район. Центром нашего пути должно было стать село Акшуат, музей этого села и дендропарк, основанный местным помещиком еще в 19 веке. Кроме того, мы намеревались попасть в село Новый долг и Красная поляна. В первом мы собирались поснимать усадьбу графини Толстой, лесопарк, посаженный ей, а во втором познакомиться с чрезвычайно интересной историей местного святого. Забегая вперед, скажем, солнце смешало наши планы, однако это не помешало нам сделать некоторые открытия. По дороге в Акшуат нас ждало первое ульяновское чудо – абсолютно круглый храм в селе Смольково, совершенно лишенный пространства для алтаря. Однако, по свидетельствам жителей, когда-то в нем проходили службы. Эти церкви у нас построены давно. Это деревянные я не знаю, а вот каменные – 1709 год. Село было очень большое. Эта каменная церковь была построена из нашего же материала. Был завод у нас, кирпичный. Было много, конечно, уток. Все говорили, все на яичном желтке. Все это было сделано из нашего материала, из Смольковского. Престольным праздником в селе некогда был день иконы Казанской Божьей Матери. Ей был посвящен и храм. Во времена советской власти из церкви сделали зернохранилище, а иконы, дабы уберечь от сжигания, люди разобрали по домам. Престольная нашла пристанище в доме Арины Павловны Кузнецовой. Там она находилась вплоть до 90-х годов XX века. Хранила ее уже Лидия Васильевна Кузнецова. В 90-е годы не только развалился СССР, но и начали повсеместно возрождаться церкви. Священники стали появляться в селах, правда, не во всех. Решив, что место церковной иконы – в храме, женщина отдала ее священнику села Заречное. 29 ноября 1998 года в храме произошел пожар, и икона сгорела. После этого Лидии Васильевне стала являться женщина. В старом одеянии, в холшовом, и вот ее дом сзади нас, она встанет и смотрит на нее. Она говорит, проси ты меня, Божья Матерь, ну я не, я, говорит, виновата, ну я не хотела, чтобы так получилось. И вот, и с тех пор больше ни раз она не приходила, не была. Вот это наша, эта старая икона была, заступница села. Сейчас в Ульяновской области хорошо сохранился только один храм круглой формы. Называется он Ротонда. История архитектуры говорит, что наличие этих храмов в России – явление феноменальное, хотя бы потому, что возводились они в очень короткий промежуток времени – с 1760 года по 1830. Затем мода на них прошла. Всего за это время на территории всей Российской империи было построено, по разным данным, от 75 до 150 таких церквей. А уж доживших до наших дней после трех войн и революции – сущие единицы. Эти храмы таят много тайн. Как они обогревались, где и как оформлялся иконостас. Случайно забредшие в Смольковский храм видят и понимают мало. Храм в селе Смольково имеет особенную архитектуру, необычную для Ульяновской области. Например, вот здесь, видимо, находился алтарь. Одна из икон висела здесь, одна здесь, видны еще крючки. И посередине, видимо, главная престольная икона. Традиционно православные храмы имеют несколько сложившихся общепринятых архитектурных форм. Часто встречается православный храм в форме креста. И в нем на восточной стороне размещаются алтарные части, иконостас, западная сторона вход, северные и южные – это пределы. Также встречается храм в форме корабля. Это вытянутая форма, в начале, в западной стороне, в которой бывает обычно колокольня, в восточной стороне также алтарь. И главная трапезная часть, она вытянута в длину и вмещает больше народу. Иногда имеет правые и левые пределы, в которых строятся особые алтари, посвященные особо событиям церковной жизни или особо святым. Но встречается также и такая форма, которая называется с греческого языка «ротонда», то есть «круг». Дело в том, что православные храмы, или в древние времена еще до разделения церквей христианские храмы, нередко строились на месте храмов языческих или даже в тех же самых зданиях. И вот эти языческие храмы, они часто бывали круглой формы, с колоннами, и традиционно в них пристраивалась алтарная часть с восточной стороны, иконостас, и точно так же проводились православные богослужения. Несколько лет назад хор Ульяновского университета совместно с хором Московского университета исполняли всеночное бдение Рахманинова. Это происходило как раз в Москве в храме иконы Всескребящих Радостей на Ордынке. Это круглый храм с колоннами как раз в форме «ротонда». Я тогда участвовал в этом выступлении, и мне запомнилась прекрасные интерьеры, прекрасная акустика и очень интересная архитектура этого храма. Поэтому православная церковь имеет возможность выцерковить, христианизировать самые разные архитектурные формы, которые есть в этом мире, и они все будут служить во славу Божию и во спасение всех людей, членов православной церкви. До сих пор в этом храме зажигаются свечи. Это делают местные жители и проезжие люди. Очень жаль, что уникальный для региона памятник архитектуры до сих пор находится в запустении. Даже не возрождая сам храм, наверное, стоило бы его сохранить, хотя бы как памятник архитектуры, иначе ему уготована судьба второго Смольковского храма. Второй храм села Смольково, деревянный, сейчас находится в запустении. Снаружи он еще хранит следы было увеличия, а внутри полная разруха. Далее по пути мы остановились на Поливановской аллее или по-другому Поливановской дороге. Последние годы с подачи псевдокраеведов, ищущих дешевых сенсаций, ее переименовали в Екатерининскую. Якобы Великая Императрица бывала тут и в ее честь во имя правды, чтобы не умолять заслуги местного помещика, должны сказать, императрица Екатерина никогда не бывала в этих местах. Аллею посадил помещик Владимир Николаевич Поливанов. Ему хотелось сделать красивым въезд в свои земли. Это вполне логично соотносится с тем, что именно он посадил на территории села Акшуат Дендропарк. Он завез сюда особый вид ивы и создал ремесленную школу, чтобы местные крестьяне освоили доходное во все времена ремесло, изготовление различных корзин, мебели и прочей очень востребованной даже сейчас утвари. Обо всем этом нам поведала краевед, заведующая местным музеем Вера Петровна Фомина. Однако сначала она нас накормила традиционными блюдами, приготовленными в русской печи. Вы нас угощаете традиционными блюдами, которые готовятся в русской печке. Что это за блюда? Вот мы как бы взяли образцы. И как они готовятся? Ну, наверное, самое осеннее здесь – это паренная тыква. Ну, в какой деревне по осени, да и, наверное, всю зиму не баловались, не сласничать тыквой? Ну, в первую очередь, это должен быть чугунок. Потому что в обыкновенной, ну, хотя бы в казан современной, потому что, конечно, в эмалированной кастрюльчике не получится такая тыква. Для тыквы необходима температура, чтобы была горячая температура, чтобы она не варилась, а парилась, чтобы она млела. Вот точно такая же. Это, возможно, можно сделать только в печке. Вот в эту тыкву даже песочек не клали. Вот какой вы к швате вырастет тыква. Дальше. Вот лапшенник – это тоже традиционное такое кушанье. Оно готовится из лапши. Раньше это была домашняя лапша, но теперь уже не все делают домашнюю лапшу. Здесь необходимо сливочное масло и молоко. Варится, запекается и ставится в печь. Если, ну, некоторые сейчас в духовке делают. Ну, конечно, у кого есть печь традиционно, это вот можно достичь такой корочки, такой красивой, запеченной, только в печи. Яичница. Традиционная яичница. Яичница вот не омлет, а вот именно яичница. Ее нельзя передержать. Эта яичница, молоко смешивается с яйцом. По идее, должно получиться вот омлет. Но вот необходима вот такая температура, чтобы это вот яйцо с молоком не превратился в вот этот традиционный омлет. Вот это яичница. И лепешки, которые, ну, лепешки были, мне кажется, вот самыми распространенными и самыми... Обычно любая хозяйка пекла, и были у каждой свои рецепты. Я даже знаю, вот в Акшуате семья была большая очень. И мать напечет лепешек. И когда куда-то уходила, например, по делам или к соседке, она их с собой в переднике забирала. Ей говорили, ну, ты... Она говорит, ну, у меня... Они говорят, до обеда все съедят. А пекли лепешки вообще обычно много. Вот эти лепешки, они пекутся на сале. Ну, яйцо, сало, молоко, все, что было в деревне. Вся приготовленная еда повседневная. Приготовление этих блюд требует особой ухватки от хозяйки. Нужно было знать, что поставить в печь сначала, что попозже, каждый раз улавливая нужную температуру. Скажите, а вот ваше блюдо, какое самое любимое вот из этих? Ой, лапшенник. Ой, лапшенник. Лапшенник? Лапшенник, да. То есть вы рекомендуете попробовать его? Да, лапшенник. Беру и пробую. Во-первых, вы нигде больше не попробуете. Только у нас в Акшуате. Ну что ж... Ни в одном ресторане, ни в одном кафе. Точно. Ну тогда Акшуатский лапшенник пробуем. Ммм, это очень, очень вкусно. Его пекла Лидия Ивановна Бочарова, наша Акшуатская жительница. Человек, который очень беспокойный, очень неспокойный, который может все. Передайте ей огромное спасибо. Лидия Ивановна, молодец. Забытое лозоплетение снова становится местным промыслом. В Акшуате снова есть церковь с стараниями жителей. Однако они считают, что им хорошо помогают. Средства на возведение храма они начали собирать еще в 2012 году. Приезжие меценаты, местные жители на строительство давали средства все. Но этот ресурс однажды закончился. Мы вот остановились на этой башне. Денег больше не было. Ну и вот мы составили список, что нам надо. Ну и благодаря Вере Петровне она нашла время, место и вручила ему этот список. И через три месяца нам пришел первый... Первые деньги. Да, нам выделили тогда миллион пятьсот. Вот купол привезли сразу, установили сами. Пятьсот сорок тысяч. Окна, двери, котел поставили прям замечательный. И, в общем-то, утеплители на кровлю дали сто пятьдесят тысяч. Ну вот если не Сергей Иванович, я думаю, мы уже не стояли бы в этом храме сейчас. Одна из главных жемчужин Ульяновской области, Поливановский дендропарк, тоже жив стараниями местного актива. Несмотря на то, что принадлежит он ассоциации лесопромышленников, функцию поддержания его в чистоте местные жители считают своим личным делом. Здесь проводятся субботники, а лесопромышленники на заявительной основе могут убрать упавшее дерево. Специально закрепленных за этим памятником природы и истории людей пока нет. В парке протекает речка, есть несколько родников, царит атмосфера лесной сказки. Парк красив по-своему в любое время года. Этой осенью нас поразили лиственницы, особенно с высоты птичьего полета. На выезде из села нас ждало еще одно, хоть и скорбное, но открытие. В 90-е годы появилась мода ставить близ населенных пунктов так называемые поклонные кресты. И здесь, рядом с селом Акшуат, стоит свой поклонный крест. Однако здесь он стоит не зря. Когда-то вон там была исправительная колония номер 7, появившаяся здесь в 1938 году. В ней сидели политические заключенные, сидели те, кто украл несколько колосков в колхозе. Они работали, условия в лагере были ужасные, и хоронили их вот здесь, за моей спиной. На горе было лагерное кладбище. По свидетельству старожилов, лагерь существовал до 1953 года. Возили хоронить целыми подводами. Солнце неумолимо клонилось на закат, поэтому пришлось оставить мысль посетить усадьбу графини Толстой. Мы отправились в гости к старцу Леонтию, в село Красная Поляна. По преданию, кто-то из именитых людей в незапамятные времена, путешествуя, наткнулся на красивую, поросшую красными цветами, поляну. Во второй половине 19-го, в начале 20-го веков здесь жил при храме мальчик, который был инвалидом. Привела его в храм мать. Имени женщины уже не помнят, но мальчика помнят хорошо. Пока еще даже видны развальные его кельи неподалеку от храма. Мальчик помогал на церковной службе, не чурался работы. Со временем люди заметили, что он способен успокоить и образумить любого, даже безумного. К нему стали приходить лечиться люди. Вот как рассказывают о нем сегодня. О нем все известно. Он тут всегда с нами незримо. Родился он 1 июля 1828 года, а умер 21 августа 1901 года. Лечил. К нему издалека даже приезжали. А жителям, соседям он говорил, пейте вот эту водичку из родников, болеть не будете. И знаете, после его смерти до сих пор к нам за исцелением ездят. Ноги, если болят, если родить не могут. Искупаются этим летом, а на следующий год с ребенком приезжают. Под руки к роднику привели, а на следующий раз ногами идет. Вера всех спасает. Один родник тут, у церкви, другой в лесу. Подобных историй здесь знают много. Считают их вполне обычным событием. В силу родников, посланных богом старцу Леонтию, верят все. В полупустом селе стоит ухоженная, аккуратная церковь. Благоустроенный родник, способный служить всем целям, включая хозяйственные. Вечер неумолимо оборвал наши съемки. Пришлось поворачивать домой, не посетив еще много интересных мест. Жадовский мужской монастырь с его живописными пейзажами и многолетней историей. Село Мордовское Тимрезайн с его необыкновенно красивыми мхами и лысой горой, с которой народ связывает много легенд и даже сказку про Кощея Бессмертного, усадьбу графини Толстой и лесопарк, посаженный ей. Но мы еще сюда вернемся, потому что увидеть тут можно еще очень много красивого, услышать интересного и обогатиться духовно. Кстати, о Жадовском мужском монастыре мы расскажем в другой передаче Уллправда ТВ «Святыни Земли Симбирской». Симбирская кругосветка с Уллправдой ТВ не заканчивается. Вас, как и нас, ждут новые места и передачи. Продолжение следует... Продолжение следует...